Продолжаем наш выпуск. Предприятие не работает, руководство отсутствует, сотрудники, это больше 100 человек, сокращены. При этом коллектив не может получить заработную плату, а руководство предприятия избегает неудобных вопросов работников. Не выплата заработной платы сотрудникам комбината строительных материалов в Владивостоке. Сегодня эта тема обсуждения во втором блоке программы «Сталкер». И обсуждаем мы ее с участием оппонентов, устраивая такую своеобразную лочную ставку. С одной стороны от меня бывшие сотрудники комбината строительных материалов, это Олег Павлович Трегуб, электромонтер комбината, и Дмитрий Николаевич Гицких, машинист компрессорных установок комбината строительных материалов. Здравствуйте. Здравствуйте. И с другой стороны у меня владелец комбината строительных материалов, это Виктор Васильевич Марченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос к вам, поскольку обращение это, собственно, поступило от сотрудников комбината. Вы уже сокращенные работники? Да, мы сокращенные. Как давно сокращение произошло? Меня сократили 26 июля. Июля этого года? Этого года, 16-го года. Дмитрий Николаевич, у вас? 4 августа этого года. Причина сокращения, какая была названа? Причина, значит, в трудовой записано сокращение штатов по экзоту. А у вас? Такая же, статья 81-2. Так, а насколько соответствует действительно информация, что сокращены все работники комбината строительных материалов? Ну, потому что за трудовыми, ну, короче, большое количество людей приходило. То есть, вы точно не знаете, все или не все, но практически все? Практически все. Что за история с заработной платой, Дмитрий Николаевич? У вас перед вами задолженность сколько? Задолженность? Ну, каждый там по-разному. Ну, у меня вот на момент увольнения судебных приставов пришло извещение, что у меня задолженность по зарплате 10 129 рублей. Это за какой период? Ну, это на момент сокращения. Понятно. Когда вы дали мне расчетный листок, в расчетном листке написано 77 тысяч. И вот я не знаю, кому верить. Либо с юридным приставом, либо бухгалтерией. Понятно. Алия Павлович, у вас какая-то должность? У меня, значит, так, по расчетному листу где-то, наверное, 50 тысяч. Точно не помню. Примерно 50 тысяч, я буду говорить. За апрель месяц я получил 14 тысяч. А от судебных приставов? У меня нет, не поступало ничего. Это речь идет о всей зарплате или только так, белой части? Черная была зарплата? Черная она была, значит, так. До какого-то года, я точно не помню, до 13-го года, по-моему. Скажем, тариф в час у нас был 83 рубля. Потом каким-то образом перевели тариф в час на 46 рублей. А остальную часть, ну, скажем, до 83 рубля в час, да? Ну, еще половина, скажем, да? Там должны были, как объявлено администрацией, премиальной. Но дело в том, что премиально эти кому-то выдавались, по цехам, скажем, бетончикам узбекам выдавались эти деньги, зарплаты, так, полностью, бетоносмесительному узлу. Ну, а обслуги? Нет, в общем, игнорировали. Так, потом, значит, что? По доходным налогам. Я в прокуратуре задал вопрос про черную зарплату. Мне там ответили, у вас только белая зарплата и премиальная. Если у нас премиальная, значит, должна была входить премия в общий заработок. С общего заработка должна, ну, по доходным налогам, скажем, НДФЛ высчитываться. Он высчитывался, но, скажем, в налоговую поступал только с белой зарплатой. Только с белой зарплатой, понятно. Куда девалась, ну, скажем, с премиальной или черной, скажем, называть. Ну, где-то она всегда в другом месте. Понятно. У вас такая же история? Такая же история. Такая же история. То есть, по сути, за последнее время вы просто получать даже стали меньше, да? Да, получать меньше. То у нас до этого, до ноября 2015 года, у нас были расчетные лески, и там у нас заработок был нормально. А тут в ноябре 2015 года мы уже получили расчетные лески, там гораздо меньше, там по 9 тысяч, по 10 тысяч в расчетных лесках было. Все понятно. Петр Васильевич, ну, вкратце, вот ситуация описана. Что происходит на комбинате строительных материалов? Первое, руководство предприятия есть, и она никуда не бегает, и от неприятных вопросов не уходит. Это невероятный формат. Камень такой, мой огород, понятно. Совершенно верно. Правильно. Вот. Собственник предприятия я, и уже более 20 лет. Вот. И тоже никуда не убегаю. Да, вы сегодня пришли на эфир. Совершенно, да. Правильно. Вот. Есть ли все-таки еще один маленький посыл? Черная зарплата – это термин, который остался с 90-х годов. Уже давно на предприятии выплачивается легальная заработная плата. Но последние два года под воздействием профсоюзной организации, которая у нас организовалась, мы реорганизовали выплату заработной платы. И далее, последние два года, она выплачивается как стабильная часть заработной платы и премиальная часть. Все белое, пушистое, со всеми необходимыми налогами. Это проверяла прокуратура, Следственный комитет. Кто только не проверял, вот и налоговая в том числе. Хорошо. Тогда почему у них зарплата меньше? Поэтому очень крепка память у людей с 90-х годов, когда выплачивались и черные зарплаты, и серые, и всякие разные, вот давно этого нет на предприятии. Хорошо. Черные нет зарплаты. Есть премиальные, которые кто-то получал, а кто-то не получал. Почему так происходило? Совершенно верно. А минутку. А почему тогда тариф в час снизили наполовину? С 83 рубля на 46? Потому и снизили, что на стабильную часть зарплаты идет часть тарифа, а остальные работы выплачиваются, если у предприятия заработана прибыль по каждому месяцу. Если прибыль заработана, вы получали в полной мере. Если прибыли у предприятия было мало, либо не было совсем, соответственно, эта часть урезалась пропорционально объема прибыли. Какова ситуация сейчас? Какая задолженность перед людьми по заработной плате? Сейчас задолженность по заработной плате примерно 3 800, 3 миллиона 800 еще недовыплачено. У нас есть просрочка законного требования не больше, чем за два месяца выплатить после сокращения. Мы не можем с этой проблемой справиться, потому что просто не хватает источников уже откуда взять. Кредиты взять уже не частные, не банковские уже практически невозможно. Клиенты давно уже в этом смысле разбежались. Мы за последние несколько месяцев смогли распродать какие-то остатки товара на складе, которые предприятия немножко погашали. Собирали металлолом, тоже немножко погашали. Но какие-то еще личные инициативы, там любой отработник говорит, меня еще продолжается. Комбинат строительных материалов, все, он ушел в небитие? Нет, не совсем так. Я думаю, что комбинату строительных материалов предстоит, наверное, быть проданным и быть купленным новым собственником. Сейчас такая работа идет, она началась с февраля месяца, то есть еще до его остановки. Есть желающие? Да, есть желающие. Сегодня есть желающие с весьма серьезными намерениями. То есть мы говорим уже о технических вопросах, как это может происходить. Однако на сегодняшний день, конечно, точку еще не поставлен. Теперь покупатель окончательно не определен. Но, по крайней мере, тот набор, покупатель не один. В этом смысле это уже в какой-то мере радует, дает какой-то оптимизм. Я рассчитываю, покупатель приобретет это предприятие. Он заинтересован в восстановлении его работы и в повторном найме, вызове и предложении работников повернуться на предприятие. Какую сумму оценен комбинат? За какую сумму продаете, если не секрет? Не секрет, 350 миллионов рублей. Этих денег 100% нахватили, чтобы погасить задолженность перед? Этих денег ровно хватит на выплату заработной платы работникам и возврата кредитам банков. И все остальное будет ноль. Понятно. Вы про вот эту ситуацию, происходящую в последнее время на комбинате строительных материалов, вы знали? Я, в принципе, я не слыхал об этом. Вы не слышали? То есть работа шла ровно, спокойно, и о том, что на самом деле все достаточно плохо. Нас как только информировали о том, что завтра, послезавтра, через неделю, через месяц мы восстановимся, все будет хорошо. Ну, вот до этого мы и дошли. Понятно. У вас профсоюз есть, да? Профсоюз у нас был. Потом, значит, скажем, руководитель предприятия был против профсоюза. Председатель профсоюзной ячейки написал заявление на бессодержание по семейным обстоятельствам. Он ушел, значит, в отпуск без содержания. В это время его увольняют за прогулы. Куда делось заявление? Путрытым раком. Как-то можете прокомментировать? Пожалуйста, конечно. Что произошло? Действительно, профсоюзная ячейка организовалась на предприятии в январе месяце 2014 года. Вот. За один месяц тайно, и я приехал просто там с новогодних каникул, перед фактом профсоюзная организация уже создана и предъявил ультиматум предприятия. В чем заключался ультиматум? По поводу повышения заработной платы и по поводу, скажем, повышения тарифов, получения, одним словом, повышения выплат заработной платы. В это время уже было понятно, что не все так просто. Я вступил в переговоры с этим профсоюзом по поводу того, что заработная плата должна соответствовать прибыльности и выручке и ретабельности предприятия. То есть, с моей точки зрения, это адекватное требование, которое просто справедливо. Эти разговоры ни к чему не привели, со стороны профсоюзов шел ультиматум. Платите нам больше, в том числе на пенсии и так далее. Или? Или забастовка. Или дальше там угроз в заявление прокуратуры, следственные комитеты и так далее. Прокуратура, следственный комитет, очень замечательные органы, но не страшно пугают всех клиентов на рынке. Конечно, никто не хочет такой огласки, потому что эта огласка бьет бумерангом тем, что просто там клиенты боятся работать с этим предприятием. Конечно, я тоже пытался найти компромисс в этих отношениях. У меня был разговор с председателем этого профсоюза. Кстати, вот он, родной сын. Это правда? Да. Совершенно верно. Сын Олега Николаевича? Да, Олега Николаевича. Бескомпромиссная позиция Артема, это как раз его сына. И угрозы забастовков, либо подобных заявлений, привело меня к тому, что я с этим человеком просто найти никакого варианта не могу. Дальше начались его отлучки. То он на профсоюзном заседании, то он на учебу, то он еще куда-то. По семейному обстоятельству. Это привело к нарушению трудовой дисциплины и к последующему его уволению. Я с вами не согласен, что вы говорите. Не согласен. Он никуда не отлучался, каждый день он работал в свое время. Тем более, он еще, скажем, на второй работе на КСМ продолжал работать. Ну, скажем, с 8 до 17 он на своей работе работает. А с 17 часов, там уже, как получалось, до 12, до 24, скажем, часов, до 3 часов ночи, до 5 часов утра, он продолжал еще вести пропарку изделий. В прокуратуру он обращался по поводу сына? Нет. По его версии, незаконно было? Он обратился в прокуратуру, но так как он обратился один, один. Ну, в общем, это дело крест поставили на этом деле. В ходу не дали. А от самого предприятия, я так понимаю, что было обращение, коллективное обращение? Коллективного не было. Не было в прокуратуру обращения? Ну, на тот момент, когда про союзные организации существовали. А впоследствии? А впоследствии, вот мы первый раз обратились в прокуратуру, 5 апреля, как я вот помню хорошо. Какой-то ответ последовал от прокуратуры? Да, там такую отписку дали, скажем, финансовый директор виноват, там генеральный директор виноват, в общем, такое, что предупредить, в общем, ну, вот такую вот, такую вот, отписку такую дали. Вы скажите, мы получим вот эти 60 или там 40 тысяч, мы когда их получим или нет? Мы их вообще не получим? Конечно. Или просто достань за рулем? Бумажка. Более того, я и предприятия, ну, обязаны это сделать. Из каждой копейки, которая придет на предприятие, будет в первую очередь рассчитана по заработной плате. Это, слава богу, по закону первая статья расчета. А вот еще вопрос. Подчетку из каждой копейки, поступающей на предприятие. Много ли поступит или мало? Знаете, тут уже вопрос. С двухмесячной компенсацией как быть? То же самое. То же самое. В общем, ждать. Это все статья о заработной плате. За просрочку, да? Да, это все приоритетные выплаты из всех поступлений, которые будут поступать на предприятие. Вы мне скажите, если комбинат строительных материалов таки будет продан, о чем сейчас Виктор Васильевич говорит, и будущий собственник, по вашим словам, вроде как готов набрать коллектив, который работал раньше на комбинате, обратно. Вы готовы будете пойти? Я же готов. Мы готовы. Я готов. Я очень опасаюсь. Почему? Что нас могут взять. Почему? Откуда у вас такие опасения? Ну, вот скажем, вот эта вот передача может повлиять еще. Почему? Вряд ли. Вряд ли, вряд ли. Наоборот. Потом вот руководители у меня вопрос. Через два месяца морозы будут. Да. Так? Но я вот честно, у меня сердце болит. Третий цех размерзнется, а БК размерзнется. БРУ размерзнется, компрессорная размерзнется. Отлично. Что вы предлагаете? Так надо сейчас что-то делать. А что делать? Надо воду сливать, продувать. А что делать? Продувать, сливать. Подготовить в зиме, да? Да, конечно. Ну, до мороза еще месяца три. Ну, два месяца. Ну, два месяца. Сентябрь, рентябрь, а в ноябрь уже морозы. Вы сейчас предлагаете это сделать? Ну, я не знаю, как вы решите. Я-то не знаю, как вы. Я вам вопрос задал. Хорошо. Когда ожидается продажа? Примеров хотя бы. Нет, здесь трудно прогнозировать. Это рынок. Это каждый покупатель определяет свой график. И это все не просто, к сожалению. Хорошо, то есть маловероятно, что в течение двух месяцев... Для того, чтобы он страховаться под ПЭТа, вот, я сейчас веду переговоры, и они уже вышли, если вот вы следите за там новостями на подприятии, буквально понедельник уже была там небольшая рабочая группа осматривала оборудование подприятия. Нет, мы не были. Вот, в этот понедельник, вот на этой неделе уже была, вот, с компанией, группой энтузиастов и компанией, которые хотят взять подприятие в аренду. В аренду как минимум на 11 месяцев для начала. Вот, они же претендуют быть там, ну, в числе там 100 владельцев по выкупу. Понятно. Да. Хорошо, но готовят предприятия. Я заинтересован, конечно, в этом. Вот, и такую работу мы начали. Мы создали с ними рабочую комиссию для передачи этого оборудования. Проблема может быть только в том, что предприятие там обесточено электричеством, и не каждое оборудование можно проверить в деле. То есть, но тем не менее, они там пригласили своих экспертов, мы со света... Тяна Петровна присутствовала в этой высокоим и присутствовала в этой комиссии. Можете поинтересоваться. Вот. Я предполагаю, что в сентябре месяца мы сдадим это пятие в аренду. Арендатор обязуется провести небольшие профилактические работы, подготовиться к земле, и он рассчитан к зиме, и в том, чем рассчитывается там конец сентября, октябрь, запуститься. И как минимум еще в теплом цехе, третьем цехе продолжить работу в зимнее время. Резюмирую, потому что время у нас заканчивается. Сроки все-таки хотя бы приблизительно, когда люди получат свою заработную плату, законно заработанную. Хотя бы приблизительно. Назовите цифру. Назовите дату. Хорошо. 15 сентября. Обоснуйте теперь ее. Я? Да. Я не должна этим людям заработать свою плату. И я не могу обосновать. Сегодня невозможно обосновать. Можно. Я, к сожалению, потерял там часть своего авторитета перед работниками, когда весь 15-й год призывал их к тому, что, ребят, потерпите еще месяц, вот там заказывать будет лучше и так далее. Понимая в это время, что мы один кредит закроем, другой возьмем. Либо там как-то там поработаем активно с клиентом, который обещает разместить заказ. И раз неудача, два неудача, три неудача. А потом, естественно, и работник уже говорит, что там все одни обещания, а заработной платы нет, работы нет. И сейчас я боюсь давать такие обещания, потому что это зависит от того, что мы дорас продадим остатки, либо я найду какие-то личные уже займы, потому что предприятия не дают, либо появится покупатель, который скажет, там, я плачу, и мы закрываем из первых же денег за должность по заработной платы. Понятно. Мы будем следить за этой историей, если какие-то моменты будут появляться. Если поможете, я буду только рад. Мы сами, если что, еще встретимся в этой студии, посмотрим, как будут развиваться события. Наше время подошло к концу. На сегодня все. Если у вас есть информация, которая может нас заинтересовать, звоните или пишите в телефон редакции, вы сейчас видите на экране. Там же указан сайт нашей программы. Ищите нас также и в социальных сетях, на Фейсбуке и ВКонтакте. И на сайте и в соцсетях вы можете оставить на обращение, обсудить этот и другие эфиры и предложить свою тему для обсуждения в студии программы «Сталкер» во втором блоке. Всего вам доброго и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова